Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романах Ивана Тургенева, Орудин, Дворянское кнездо и Накануне. Это будет первый выпуск, посвященный Тургеневу, но не единственный. Полный вариант обзора читайте на моей странице в фейсбуке. Тургенев вошел в историю литературы как критический реалист, но таковым он, на мой взгляд, не является. Финал романа «Накануне» показывает, что он по многим символист и даже художник эпохи барокко. С его двойниками, с его отражениями, непонятно, где граница между отражением и отражаемым, сновидения, явь, все это колеблется. Тема судьбы, неотвратимых обстоятельств, которые вторгаются в жизнь людей и все в ней меняют. Лаконичная форма этих романов, небольших, очень коротких, при этом емких, напоминает нам произведение другого великого русского писателя, Владимира Набокова. Тургенев показал Набокова огромное влияние, на мой взгляд. Прежде всего, именно своим пониманием отношений людей друг с другом. Когда возвращается жена Лаврецкого, который бью или мертвой, в Борянском гнезде, в этом романе, происходит это возвращение, это кажется вторжением иной полусторонней силы. Когда умирает Инсаров накануне, это тоже выглядит как что-то загадочное, таинственное, странное. Часто называли в советском литературоведении мужчин, персонажей мужских, в романах Тургенева, слабаками, лишними людьми, которые выдернуты из социального контекста и не могут в любви реализоваться. В Черношевске в своей статье русский человек на РНТУ писал, что нереализованность в любви и нереализованность в социальной жизни часто идут рядом. Но так ли это? Настолько ли сильные женские персонажи, как они изображаются в советском литературоведении противопоставленным мужским персонажам? Это не совсем так. Конечно, Одинцова или Елена Стахова это сильные женские персонажи, это же сильные люди, безусловно. Наталья, Лиза из дворянского гнезда, Наталья из Рудина, они же не такие сильные, но тем не менее они волевые личности. Они за свою любовь готовы отстоять и бороться, в отличие от мужчин. Но мужчины не борются за свою любовь по какой причине? И они проигрывают по какой причине? Во многом из-за того, что вторгаются некие невиданные и неизбеданные обстоятельства, проще говоря, фатум, который ломает их жизнь, коверкает ее и не позволяет реализоваться с светлым чувством. Почему это происходит? С точки зрения Тургенева нет границы между внешним и внутренним в его мире. Почему такие описания природы? Цветистые такие, яркие. Они, конечно, конгениальные, изоморфные, внутренние переживания персонажей. Нет границы между внешним и внутренним. Это языческое мировосприятие. Цикличность жизни, детерминизм железный этих законов человека лишает свободы. И прорваться к Богу, прорваться к свободе, к абсолютной свободе, можно только в вертикальном движении, в вертикальной траектории движения. Как это делает, например, Лиза Калитина в финале, дворянского гнезда. Но это способом немногие. И вот появляется Базаров. Человек, который бросает вызов миропорядку, железным законам логики. Но об этом мы поговорим в другой раз. А пока мы еще расскажем несколько слов о романах Тургенева. Рудин во многом ученический роман. Во многом в нем много искусственного структуры вымысла, выставленного наружу, на показ. Все это очевидно. Это роман во многом подготовительный. В Ворянское гнездо роман более четкий и выверенный, в нем нет ничего лишнего. Он еще выглядит внешне реалистическим. Накануне же абсолютно символистский роман. Поначалу начинающийся как роман о молодости. Он заканчивается погребальным, мрачным, тяжело. Вот вам несколько... И главное, что самое интересное, герой мира это Венеции. Не знаю, читал Томас Манн накануне. Но влияние определенное есть. Потому что описание Венеции, восприятие Венеции тоже, что и у Тургенева. Смотрите, вот что пишет накануне Тургенева. Кто не видел Венеции в апреле, тому не едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. К ротости и мягкости весны идут к Венеции яркое солнце лета, как великолепные Генуи, как золото и пурпур осень к великому старцу Риму. Подобно весне, красота Венеции трогательно возбуждает желание. Анатомия дразнит неопытное сердце, к обещанию близкого, но загадочного и таинственного счастья. Все в ней светло, понятно и все обвеяно дремотной дымкой какой-то влюбленной тишины. Все в ней молчит и все приветно. Все в ней женственно, начиная с самого имени. Недаром ей одной, да название прекрасной. А вот смотрите в финале, какие слава он говорит. Абсолютно набоковские слова. Смерть как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде. Рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет. Недароман Ивана Тургенева из романов «Роман шесть романов» объединены общими темами. Начиная с Рудем, заканчивая Новью. Мы поговорим обо всех этих романах, но пока говорим только о трех его произведениях. Почему именно о них? Это первые три его произведения, в которых постепенно нарастают символические интуиции. Постепенно нарастает ворочная символика. Постепенно нарастает определенная нереалистичность. Тургенев нереалист, на мой взгляд, он символист. Довольно тонкий, глубокий, повлиявший на Генри Джеймсона, на литератику подтекста. Вообще богатая культура подтекста у Тургенева вызывает в нем чрезвычайно много ассоциаций, аналогий с современным романом. Он повлиял на модернизм, это безусловно. Он повлиял на авангард, повлиял на многие тенденции литературы XX века. Через Генри Джеймса, косвенно, конечно. Но пока мы поговорим, еще несколько слов скажем об этих романах. Почему их стоит читать? Потому что в них, хоть мы отравлены школьной забрежкой, восприятие этих текстов, но при этом они говорят очень многое о жизни, очень многое о человеке. И они не устарели, это безусловно, особенно дворянское гнездо. Они показывают нам, что жизнь часто не такая, какой мы ждем, часто она нас обманывает. Жизнь оказывается коварной, чем мы предполагаем. И оказаться в этой жизни свободным, не подчиняться ее законам, не подчиняться ее детерминизму порой очень сложно. Очень сложно пойти на переговор цикличности жизни. Очень трудно из нее вырваться, но это сделать необходимо. Что пытался сделать базар, хоть и проиграл. Об этом мы поговорим в такой раз. До свидания.